Друзья, вы на канале Братья Аэрстройка. Тема видео крепления стальной армирующей сетки под штукатурку к стене из ПГС блоков. Крепить будем пластинками, напиленными из стандартных прямых подвесов для гипсокартоновых конструкций. Из одного подвеса получается около 12-14 таких пластинок. Для наглядности я вам отметил маркером, как я буду резать. В одной пластинке 2-3 отверстия получается. Набираем подвесы пачечкой 10-15 штук и нарезаем пластинки. В качестве крепежа используем трехраспорный дюбель размером 6х35. В продаже они имеются оранжевого цвета, красного и белого я видел. Характерной особенностью этого дюбеля является то, что на оранжевом, на всем теле мы имеем три ребра по всей длине. Ими он и фиксируется в рыхлом пеногазосиликате. Красные дюбеля чуть-чуть получше, потому что имеют три грани в середине тела, а также три дополнительные грани, развернутые к тем на 90 градусов с поворотом и в окончании дюбеля. При закручивании самореза очень хорошо держится в ПВС-блоке. Также вам может попасться вот такой дюбель. Это тоже самое, но он с фланцем. То есть их нежелательно брать, так как этот фланец будет упираться в сетку и мешать нам забить наше изделие. Засверливаемся в пеногазосиликат при помощи обычного сверлана металла, для металла, но диаметром 5 миллиметров, чтобы посадка была с натягом. Использовать для крепления можно всевозможные саморезы, какие у вас остались на стройке. 35, 40, 45, 50 миллиметров, желтые, белые, черные, любые, пресс-шайба, но только без сверла. Насаживаем нашу заготовку таким образом. Берем пластинку, в среднее отверстие саморез и на полоборота закручиваем. Готово. В среднюю пластинку саморез. И на полоборота закручиваем. Если же вы будете покупать саморезы, нет у вас в наличии ничего, советую приобретать 3,5 на 40, на 45 по дереву. Он будет просто в два раза быстрее закручиваться. Наживляем. Полоборота. Готово. Среднюю часть подвеса, она у нас имеет увеличенное отверстие. Советую закреплять при помощи самореза с пресс-шайбой острова. Он у нас не проскочит в это отверстие. Готово. Итак, друзья, нарезаем сетку в размер, не доводя 5 сантиметров до верху, 5 сантиметров донизу. И крепим в черновую на 200 обычной гвозди. Закрепляю в четырех местах, тем самым натягивая слегка. В местах предполагаемых розеток сетку желательно выкусить, чтобы в последующем она нам не мешала. Итак, друзья, если вы сетку монтируете для себя, то лучше сделать все самостоятельно. Не доверять азиатам. Сделают в крифе в кость, все будет как зря. Итак, сетка у меня полтора метра, размер ячейки 50 на 50 миллиметров. На всю ширину креплю в пяти местах. Один по центру саморез, один слева-справа по одному, по одной-две ячейки от края и в промежуточке. Получается где-то, разгоняем равномерно, получается 6-7 ячеек по горизонтальной и точно так же 6-7 ячеек по вертикали вниз. Если попадает в вкладочный шов растворный, сверлот у нас по металлу, ребята, не забывайте. Чуть-чуть тогда изменяем шаг. Все, засверливаемся. Засверловку производим под горизонтальную струну, чтобы при нагрузке от штукатурки саморез принял на себя нагрузку. Соответственно, те саморезы, которые от центрального влево, сверлим с правой стороны от вертикальной струны, а те, которые справа, с левой стороны от вертикальной струны, тем самым при закручивании чуть-чуть давая натяжение. При засверливании сеточку чуть-чуть прижимаем, чтобы у нас точечка в перекрестие получилась. добиваемся того, чтобы дюпель ушел внутрь нашего блока на 3-4 миллиметра. Далее можно торчащие части подвеса подогнуть. Таким образом все полотно фиксируем. полотно фиксируем. Полотно фиксируем. По Lesму cheese boxing нижний ряд крепления просверливаю над горизонтальной струной чтобы осуществить натяжение материала так как назначение сетки находится внутри штукатурного материала то не лишним будет в центр нашего квадрата разместить кусочек плитки чтобы чуть-чуть втянуть сетку от стены это надо делать после установки маяков